Дорогие братья, дети Божьи, сегодня мое слово к вам обращено и мое желание принести вам ободрение, утешение и такую надежду на благословение от Бога нашей задачи, которую нам нужно выполнить как христианам в наших семьях. Я хочу с вами рассмотреть три роли мужчины в браке, которые мы занимаем, когда вступаем в брак с нашей женой. Первая роль это будет формирование библейского мышления как любящего мужа. Вторая роль это так же самое, чтобы Библия повлияла на нас и когда мы изучаем ее, мы могли бы быть любящим отцом для наших детей. И еще одна часть, которую Библия показывает, также быть любящим священником. Как вы заметили, во всех этих трех случаях, трех ролях я выбрал это направление слова любящий, потому что я вижу, что Библия показывает и учит, что там где сердце наше, там наше и сокровище будет. Если мы выступаем в роли как любящие дети Божьи Бога Иисуса Христа, то мы учимся у Него, как поступать во всех этих отношениях. И в каждой этой роли я постараюсь указать на Бога, на Иисуса Христа, чтобы мы знали, как они поступают в этих отношениях. Итак, первый текст Писания, который я хочу взять из книги «Песни песней», первая глава, третий стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою». Итак, любящий муж, желание жены высказано здесь. «Влеки меня, и тогда мы побежим за тобою. И мы будем восхищаться и радоваться тобой». Я несколько раз вернусь еще к этой позиции за время своего размышления, и тем не менее вижу, что здесь вот это желание показать пример, увлечь чем-то, и тогда с ее стороны, как сказано, мы побежим за тобою. Она побежит за нами. Когда мы говорим о браке, о взаимоотношениях в браке, конечно, мы ставим во главу угла Бога, как авторитета, создавшего узы брачные. И Писание говорит в книге «Бытие», первая глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, и сотворил его мужчину, и женщину сотворил их». Это так важно, на мой взгляд, обратиться к началу, потому что это метод Иисуса Христа, когда-то, когда Он учил о разводе, Он говорил о вначале. Вначале не было так, чтобы разводиться. Вначале Бог сотворил. И поэтому для нас, как для христиан, очень важен авторитет, кто это делает, кто задумал семейные отношения, какими они должны быть, мы говорим по примеру Бога, по образу своему Он сотворил, и мужчину, и женщину. Вот почему мы формируем наши отношения с нашими женами на библейских позициях, потому что есть Бог, который является авторитетом этих отношений. Библейская позиция брачных отношений, послание к Ефесянам, 5 глава, 31 стих, мы находим, «посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И как будто бы апостол Павел цитирует эти слова из книги «Бытие», 2 главы, 22-24 стих, когда Господь Бог сотворил из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И эти же слова буквально там стоят в 24 стихе, «посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Мне кажется, это очень важный аспект, понимать, что Писание утверждает, и мы верою это воспринимаем, даже, может быть, не до конца возможность объяснить, что такое одна плоть, но вот позиция Бога, подтвержденная в Новом Завете апостолом Павлом, что муж и жена – это одна плоть. Исходя из этого, мы формируем эти отношения и пытаемся утверждать эту истину в нашей жизни. И, возможно, даже мирская философия или когда-то искушения от лукавого греховные могут показать – нет, мы не одно. Мы говорим – нет, мы одно. Мы на этом будем стоять, будем утверждать и будем это делать. Когда мы говорим об этой позиции, очень важно увидеть, что есть Божий стандарт для мужей. Как строить отношения с женами? Какую модель мы должны им дать в нашем отношении для наших жен? Они увидеть должны в нас это – любить, как Христос. Божий стандарт для мужей – любить, как Христос. Так Писание говорит, послание Екифесяна, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». И вот это слово, как Он возлюбил и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного. «Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Вот такое интересное утверждение, категоричное такое – «так должны». То есть ты должен это делать в твоей жизни, и жена должна увидеть это, оценить это, как мы говорили, «влеки меня вот этой любовью». Вот так должны любить мужья. Вот этот стандарт, как Христос, на что равняться, на кого равняться, где взять эту модель взаимоотношений мужа и жены. Как удивительно, когда мы говорим, вот библейское формирование мышления, оно направляет нас к Иисусу Христу, оно направляет нас к Его отношениям с церковью. Христос возлюбил церковь и на все пошел, на самое большое унижение, на самую большую жертву, какую только можно представить себе, предал себя за нее. За несовершенную церковь, за слабую церковь, за нас, грешных людей, отдал себя. И вот эта модель отношения к нашим женам – так должны мужья любить своих жен. И еще один момент, который оттеняется, если даже сказать не как Христос, то как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Мы строим эти отношения через два момента, которые я хочу показать сегодня. Первое – через отношения. Любовь проявляем через отношения. И когда мы читаем, Петр учит о отношениях мужа и жены в своем послании, первом послании, третьей главе, седьмой стих, он говорит, «Обращайтесь мужья благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Очень интересный текст, сильный текст. «Мужья благоразумно с женами, оказывая им честь». Когда мы смотрим на это слово «честь», что это может значить, что это может подразумевать? Это цена, стоимость. Как мы оцениваем наших жен? Какая стоимость их? Вот это важно увидеть, и здесь он говорит, как сонаследницам благодатной жизни. Для меня это важный момент очень. Петр вот как основание делает это, закладывает, а с чем сравнивать мою жену, чтобы оказывать ей честь? С чем сравнивать наших жен? И он говорит, вот как, как сонаследницам благодатной жизни. То есть они ценны в глазах Христа для его благодати. Так же, как мы мужчины, точно так же и жены наши. Они ценны в глазах Бога. Бог изливает на них свою благодать через Иисуса Христа. Они получают эту благодать независимо от нас напрямую, потому что они также души, личности, которые имеют отношение с Богом, с Иисусом Христом. И вот когда мы думаем об этом, а какую честь оказать нашим женам, как Петр учит, а вот такую, которую Христос им оказывает честь, точно такую вот цену показать, она очень значима, она очень цена, моя жена для меня, потому что она дорога для Христа, как и я сам дорожу тем, что Христос любит меня, тем, что Христос заботится обо мне. Я хочу показать несколько вещей, как Писание показывает книги «Песни песней». Я люблю эту книгу, я уверен, что она указывает на взаимоотношения Христа и Церкви, потому что где-то должна быть описана эта возвышенная любовь. Но мне очень нравится, что эта книга «Песни песней» также описана на примере мужчины и женщины. Это значит, мы отсюда можем смотреть, а как строить эти отношения в браке. Я нахожу книги «Песни песней», 4 глава, 7 стих, когда мы говорим, как Христос, «Вся ты прекрасно возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Это удивительный взгляд, духовный взгляд. Как раз мы говорим, как сонаследницам благодатной жизни, какая ее цена, какая ее стоимость. И вот как Христос смотрит на свою церковь, изливая эту любовь на свою церковь, «Вся ты прекрасна, я люблю тебя, и нету пятна на тебе». И это разве правда, что на нас нет пятен? Это разве правда, что на нас самих нет пятен? Это разве правда, что на наших женах нет пятен? Нет, если смотреть на пятна, мы их увидим, мы их заметим, мы сосредоточим наш взгляд. И так бывает, когда натянутые отношения между мужем и женой, они стараются указать на эти пятна. «А ты такой, а ты такая, а ты посмотри, а ты взгляни на себя вот этим взглядом, какая ты есть с желанием унизить, с желанием как-то доказать свою правоту». К сожалению, так бывает в семьях. Ну вот, мы видим, Библия учит нас формировать этот взгляд, вся ты прекрасная, и пятна нет на тебе. Этот духовный взгляд замечает достоинство, замечает ценность, полагает душу за что-то. Подобное в 6 главе этой же книги «Песни песни» 9 стихом, но единственная она, голубица моя, чистая моя. Мне очень нравятся детальные такие выражения, когда Библию читаешь, она единственная. Для Христа церковь единственная, больше нет другого тела, которое Христос организовывает. Мы когда смотрим на него, и здесь написано «Она единственная моя». Знаете, удивительно, даже в первой главе этой книги «Песни песней» 3 глава написано «Влеки меня, мы побежим за тобою, и царь ввел меня в чертоги свои». Вот эти царские чертоги, вот эта чистая моя, вот она пятна нет на тебе, этот взгляд на наших жен, он формирует наши отношения. Потому что дальше, вот я смотрю, написано «Будем восхищаться, будем радоваться тобой, будем превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любят тебя». И реакция вот эта, будем наслаждаться общением с тобою, когда мы говорим вот это слово «ласки твои», выражающий ласку, выражающий нежность, любовь, приветливый, обходительный. Вы чувствуете, какая разница большая между тем гневливый, жесткий, требовательный. И вот когда мы видим здесь это восхищение, ласки твои больше. Вот оно взаимоотношение, как Иисуса Христа, нету пятна на тебе, ты чистая моя, ты моя голубица, ты моя единственная. И я ввел мою жену в чертоге вот этого общения, в чертоге вот этого взаимоотношения. Она чувствует себя, как возле царя, когда есть такие отношения, точно так же, как церковь, как мы, спасенные люди, понимаем наши отношения с Иисусом Христом. Мы стали царскими детьми. И вот эта позиция рисуется здесь, вот эта любовь, как любящего мужа, она ощущает это, и она говорит «мне с тобой хорошо». Один пример из Веткого Завета, книга Второзакония, 28 глава, 56 стих. Бог говорит о наказании израильского народа, что будет с ним за то, что они отступили. Но вдруг до этого он сам, Бог, рисует картинку, что происходит, когда хорошо, когда правильные отношения в семье. Вы знаете, меня этот стих поразил, когда я читаю книгу Библию. «Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности». Как это возможно? Библия пишет об этом. Бог оценивает и говорит «так было». Конечно, наверное, это не со всеми женщинами было. В материальном смысле не всем это было позволено, чтобы вот так женщина была. Но Бог показывает отношения, стремление мужа сделать для жены так, чтобы у нее была обеспеченность, чтобы у нее было благословение от мужа, чтобы даже, вот если в физическом смысле посмотреть, чтобы даже она не работала, просто наслаждаться общением с ней. Вы знаете, это удивительно для меня. И вот этот стандарт любви, который может получить от нас наша жена, это важный момент вот в этих взаимоотношениях. Итак, любовь через отношения. Любящий муж показывает свое отношение к жене своей, и она оценивает эти отношения. Итак, эти отношения, оказывая им честь, как ты, как муж, ценишь свою жену, как я оцениваю свою жену, насколько цена она для нас по подобию Иисуса Христа. И когда мы сказали «Божий стандарт для нас», то мы должны смотреть, как Христос, и учиться. Если есть возможность исправить что-то в нашей жизни, передумать, переосмыслить, нам нужно это сделать по примеру Иисуса Христа. Второй момент, о котором я говорю – любовь через слова. Через отношения мы говорили, любовь проявляется мужа к своей жене, и также любовь через слова. Я нашел этот текст в книге пророка Исаия, 54 главе, с 9 по 12 стих. Это большой отрывок, достаточно емкий, об отношении Бога к израильскому народу. И я прочитаю только 1,9 стих, и он мне очень дорого показывает, как Бог отношения строит через слова с израильским народом. «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю». Смотрите, очень интересный довод. Мы знаем, есть радуга, и Бог поклялся больше никогда не погубить землю потопом. И он говорит, более они не придут на землю, как в виде потопа. «Так же точно я поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Интересная очень позиция Бога – через слова не говорить укора, не говорить плохого. Помните, мы говорили с вами в прошлом моменте «пятна нет на тебе». О, если говорить про пятна, столько можно говорить до бесконечности. И вдруг он говорит, а я поклялся, я думаю, что для нас, для мужчин, для мужей в отношениях с женами всякий раз, когда радуга восходит, смотрите, какой духовный урок Бог дает. И я, говорит, также поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. У Бога есть причины гневаться, точно. И у нас, наверное, нет таких причин, может быть, потому что мы сами грешны в отношениях Бога, и поэтому переносить эту схему на отношения с нашими женами неправильно будет. И тем не менее, когда мы смотрим, как Бог говорит, я решил не говорить, не укорять себя, не говорить плохих вещей, и даже он говорит, я это поклялся сделать. Вот через слова, не говорить плохого, не говорить укоры, не ставить это на первое место, как какие-то обвинения, доказательства своей нелюбви, нерасположенности. Вы знаете, ворачиваясь в книге «Песни песней», 2 глава, 14-15 стих, удивительные слова. Он говорит, вы знаете, что эта книга «Песни песней» рисует отношения жениха и невесты, я говорю, мужа и жены, и вдруг он говорит, мне очень важно, там диалог постоянно происходит, то она говорит, то он говорит, и он говорит, голубица моя, в ущелье скалы под кровом утёза, покажи мне лицо твоё, и вот это слово, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Что он говорит ей, как муж, жене своей? Я хочу слышать голос твой, я хочу разговаривать с тобой, но сам я от себя говорю, твой голос для меня сладок, и лицо твое приятно. Мы находимся в разделе «Показывать любовь нашим женам через слова». Какие слова удивительные здесь произнесены в адрес этой жены, в адрес этой невесты. Голос твой сладок, и лицо твое приятно. То есть я оцениваю тебя, и я хочу разговаривать с тобой, и я говорю, что ты для меня приятно, я хочу быть вообще не с тобой, я хочу слышать голос твой, я хочу поддерживать наши отношения через разговор. По примеру Бога, когда я смотрю, как Бог выражает свою любовь к израильскому народу, вообще в Библии к нам, ко всем, вот прям проговорено. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя». Гига пророка Исаия, 43 глава, 4 стих. Послушаем еще раз внимательно, вот когда Бог говорит эти слова, произносит, и когда мы уподобляемся, ищем этот образ, как мы должны разговаривать с нашими женами, что мы должны говорить, он говорит «ты дорог в очах моих». «Ты дорогая для меня жена, я действительно ценю тобою, ты многоценен, я ценю, что ты у меня есть, я ценю, что ты живешь со мной, я ценю все, что ты делаешь для меня. Я возлюбил тебя», он говорит, вот Бог произносит прямо эти слова, и нам нужно, как мужчинам, не скупиться на эти добрые слова, вместо гнева, может быть, даже когда-то поклясться для самих себя, образно говоря, «Нет, я во гневе никогда не буду говорить, потому что я наговорю неправильного, я должен говорить моей жене, по примеру Бога, другое, доброе, то, что объединяет, то, что съединяет, то, что показывает, что мы одна плоть». В книге пророка Иеремия, 31 главе, 3 стих написано, «Издали мне явился Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя». Потрясающе! Бог заявляет о том, что он вечно любит, и вот этой любовью, несмотря на то, сколько израильский народ раздражал Господа, сколько прогневлял Господа, и он говорит, «А я все равно люблю тебя, и я до конца буду любить тебя». Вот почему так важно, когда мы стоим на бракосочетании, перед тем, когда будем давать обещание, осмысленно его давать, и держать это обещание в процессе всей жизни нашей. И там есть слова, мы произносим, «до смерти, до конца моей жизни». Вот как Господь говорит, «Я вечно люблю тебя, вечную любовью возлюбил тебя». Наверное, многие знают, что есть книга «Пять языков любви», Гарри Чепмин написал ее, чудесная книга, и описывает вот это отношение через слова к своим женам, как правильно говорить с нашими женами, чтобы созидать наши отношения. Мы знаем, что ответная реакция на все есть, и когда мы строим правильное отношение с нашими женами, любезное отношение, любовное отношение строим с нашими женами, то будет ответная реакция жены, как результат нашего отношения к ним. И в Библии написано, вот в книге «Песни песней», я вновь привожу это местописание, «влеки меня». И вот это слово «И мы побежим за тобою, будем восхищаться и радоваться тобою». Когда муж правильно строит отношения со своей женой, через отношения к ней, правильные, добрые отношения, любезные отношения, через правильные слова он строит с ней отношения, то мы видим, что Библия описывает ответную реакцию жены на вот такое отношение мужа. Мы будем восхищаться, мы будем радоваться. Радость приходит в семью, радость приходит во взаимоотношения. Даже я книгу «Песни песней» назвал. Эта книга описывающая восхищение мужа с женой, жены мужем, потому что строятся правильные отношения. И там есть такая оценка, очень интересная для меня, в книге «Песни песней», 2 глава, 4 стих. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь». Очень интересная оценка, когда мы живем с нашими женами, может ли она сказать, что для меня мой муж делает пир. И мы понимаем прекрасно, что это не просто застолье всего достаток, это внутренняя оценка, что мне с ним хорошо, я как на перу живу с ним. Его знамя надо мною – любовь. Он воздвиг это знамя, и он выражает эту любовь в моей семье. Поэтому она оценивает это и говорит, да, мне с ним хорошо. И его знамя надо мною – любовь, он дорожит этим. Ответная реакция жены, она говорит, я принадлежу возлюбленному моему. И дальше, а возлюбленный мой мне, 6 главе, 3 стихом. Ответная реакция, когда она видит, что возлюбленный принадлежит ей, и только ей принадлежит, у нее ответственная реакция происходит, конечно, я принадлежу возлюбленному моему. Вот что производит наше правильное отношение, по примеру Бога. Любящий муж, любящий к своей жене, только к своей жене, строит с ней отношение через отношение к ней и через разговоры, через слова. Ну и последнее, я хочу сказать, предостережение. Все мы живем в этом мире, в мире искушений, в мире нападок на семью. И страшно константировать факты, смотреть то, что сегодня происходит, как подрывается этот авторитет Бога в семьях. Как часто, у меня нет статистики, но можно сказать, слышишь об этом, не строится хорошее отношение в браке между мужем с женой, то вот я нахожу это в книге «Песни песней», 2 глава, 15 стих. «Ловите нам лисенят, лисиц и лисенят, которые портят виноградники». И вот это важная часть, а виноградники наши в цвете. Я это говорю как в заключение предостережения. Нужно наблюдать за взаимоотношениями, нужно их поддерживать, нужно их как в костер подкидывать, еще дрова, чтобы он горел, чтобы там тепло было, потому что есть лисы и лисенята. И когда он в цвете именно, когда хорошие взаимоотношения, когда, кажется, ничто не грозит трудностям, проблемам, нету их еще, вот именно в это время нужно предусматривать эти вещи и правильно строить отношения, закладывая на будущее, чтобы они росли, эти правильные отношения. Потому что обязательно есть лисенята, такие маленькие, скажем так, пушистые, где-то отпущенные слова, неправильно сказанные, они могут запасть сердце, они могут разрывать отношения, могут быть это обидные какие-то вещи во взаимоотношениях, невнимательность, какой-то укор неправильный и так далее. Вот ловите, он говорит. Когда мы строим отношения, важно предусмотреть, что что-то будет против этого идти. Вы знаете, вообще для меня очень интересно, что когда читаешь Писание, написано ему имя, сатане есть одно из имен, презренный, потому что он постарается, чтобы завет, святой завет был нарушен, завет Бога опорочить, завет мужа с женой, сатана будет, условно говоря, через этих лисиц и лисенят стараться разрушить этот завет. Но мы знаем, как я сказал вначале, у нас есть Бог авторитет, Он сделал брак. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы этот не только был скорбный, трудный такой, несчастный брак, а как мы читали с вами, брак как любящего мужа по отношению к своей жене. Пусть Бог благословит нас в этом, и это будет хорошим уроком и примером, как от Бога для построения отношения наших, как мужа с женой. Да благословит нас Господь учиться упражняться этому и поступать по образцу, который у нас есть в Священном Писании. Аминь. Аминь.